Командный голос, четкие установки и жесткий контроль. Таким знают его воспитанники. Больше 40 лет своей жизни Михаил Путинцев посвятил футболу. С одним из самых знаменитых советских футболистов и российских тренеров пообщалась Евгения Князева. Футбол – это такой вид спорта. Если ты в него влюбился, это будет уже на всю жизнь. Его имя знают даже за пределами края. 18-летним парнем Михаил Путинцев начал свою спортивную карьеру. Тогда полузащитник барнаульского «Динамо», отыгравший в этом клубе 13 сезонов, прославлял алтайский футбол в международных матчах со сборными командами КНДР, Эфиопии и Непала. Чемпион зональных соревнований второй лиги, третий призер первенства РСФСР и зональных соревнований второй лиги. Профессионализм этого человека говорит сам за себя. 30 лет назад он получил звание мастера спорта, а с 95-го года и по сегодняшний день сам тренирует молодое поколение футболистов. Подходит к тренировкам ответственно, готовит какой-то план на тренировку. Ну, конечно, трогие, все тренировки такие, но он от нас просто требует большего. Мы тренируемся, стараемся. Опытный, профессиональный. Поддерживает команду в трудных ситуациях. Ну, так вообще, в целом, хороший тренер. Сначала Михаил тренировал команду Красноярского края «Виктория». Потом вернулся в состав тренерского штаба родного «Динамо», где в 2013-м назначен главным тренером. После Барнаульского клуба подопечными Михаила Путинцева стали футболисты дальневосточного «Амура». Так 30-летний путь тренерства привел бывшего советского полузащитника к воспитанникам школы Алексея Смертина. Приходят в любую погоду на тренировки. И здесь они уже полностью отдаются себе на тренировочной работе. Также полностью выкладываются на играх. Хороший, дружный коллектив поддерживает себя и на футбольном поле, и также постоянно общается вне футбольного поля. Впереди у них полуфинал первенства края. И главную задачу своим воспитанникам тренер уже поставил. Как минимум, попасть в тройку лидеров. Евгения Князева, Сергей Седых. Новости.